Добро пожаловать на YouTube канал Банковский Клуб. Добрый день. Итак, в октябре 2002 года было плановое повышение пенсии, перерасчет пенсии, который согласно плану на 2002 год был третьим перерасчетом. Следующий и последний перерасчет планируется на декабрь 2002 года. И многие пенсионеры говорят, что при октябрьском перерасчете пенсии особо ничего не изменилось у них в начале выплаты пенсии в сумме их пенсии. И ожидают все-таки ноябрьских пенсий. Может быть, октябрьское изменение все-таки отобразится в ноябре. Поэтому мы решили снять видео о пенсиях в ноябре 2002 года, рассказать, чего ожидать пенсионерам в ноябре 2002 года и подробно рассказать, что же делать, если все же изменений у вас никаких не произошло. Но для начала рекомендуем вам подробно посмотреть, каким категориям граждан пенсионеров все-таки были произведены плановые перерасчеты пенсии. И если вы попадаете под эту категорию и вы не получили никаких изменений в вашей сумме выплаты, то тогда уже следовать нашим рекомендациям по повышению своих пенсий. Итак, поехали! Подпишись на YouTube канал Банковский Клуб, нажав красную кнопку подписаться, а затем закрашенный колокольчик. На вопросы подписчиков в комментариях отвечаем в первую очередь. Оформляйте кредиты с высоким уровнем одобрения. Кредиты онлайн, кредиты наличными, кредитные карты. Ссылку на кредиты вы найдете под этим видео в описании или в первом закрепленном комментарии. Повышение пенсии произошло вместе с увеличением размера минимальной зарплаты с 1 октября 2002 года. Новых повышений в ноябре 2002 года правительство Украины не проводило и не будет проводить. Вместе с тем, украинцы, не получившие повышение пенсии по возрасту и при расчетах военных пенсий и пенсии инвалидам, хотя имеют на это право, должны обратиться в госорганы для уточнения ситуации. Но для начала я рекомендую вам посмотреть, кому же все-таки пересчитали пенсии. Если вы не попадаете под эту категорию, то уже обращаться в госорганы для уточнения ситуации. И в конце видео мы расскажем, куда именно обращаться. Идем далее. Кому подняли пенсию с 1 октября 2002 года и они должны получать такую пенсию уже в ноябре 2002 года. На повышение пенсии имеют право лица, которые достигли возраста 65 лет и старше, имеют необходимый страховой стаж, это от 30-35 лет для женщин и мужчин соответственно, лица от 70 до 75 лет, и пенсионеры с военными пенсиями и инвалиды. Пенсионный возраст и право на назначение пенсии по возрасту определяется в зависимости от приобретенного лицом соответствующего страхового стажа и составляет 60, 63, 65 лет. Идем далее. Кто в ноябре 2002 года получает повышенную пенсию по возрасту? С 1 октября 2002 года произошло увеличение пенсии для лиц от 70 лет. Это доплата на сумму 300 гривен. Ражданам, достигшим 70 лет после 1 октября 2002 года, компенсационную выплату установят с даты достижения 70-летнего возраста. Перерасчет должен произойти автоматически. Однако, если выплаты не увеличились, нужно обратиться в органы пенсионного фонда. Доплата за повышение размера минимальной пенсии. Как мы говорили, минимальная пенсия с октября 2002 года будет выплачиваться пропорционально приобретенному страховому стажу, исходя из размера минимальной выплаты 3000 гривен для всех неработающих пенсионеров, не имеющих минимального стажа и достигших 70 лет. Повышение пенсии из-за увеличения минимальной зарплаты. Как и говорили, с 1 октября 2002 года минимальная зарплата в Украине составила 670 гривен. Поэтому происходит перерасчет пенсии для всех лиц от 65 лет с необходимым минимальным стажем. С 1 октября 2002 года минимальный размер пенсии по возрасту таким пенсионерам составляет 2680 гривен. И также он продолжается и в ноябрь, и в декабрь, и в последующие месяца. Идем далее. Октябрьский перерасчет пенсии, который выплачивают и в ноябре 2002 года. Происходит перерасчет военных пенсий по инвалидности и пенсии инвалидам по разным маркерам, как звание, группа, возраст и тому подобное. Переселяют размеры пенсии. Они будут составлять от 4396 гривен до 6532 гривны 50 копеек. В случае, если перерасчет не произошел автоматически, пенсионер имеет право обратиться в здравствующие органы с заявлением и документами, удостоверяющие право на получение и перерасчет пенсии за инвалидность. В течение месяца, то есть октября, должны произойти соответствующие перерасчеты. И в ноябре эти перерасчеты, по сути, должны быть уже у вас видны. Если их не провели, следует обратиться в органы пенсионного фонда. И опять же хочу сказать, если вы сейчас прослушали категории граждан, которым в октябре изменилась пенсия, если вы попадаете под эту категорию пенсионеров, а сумма пенсии вам все-таки не изменилась, то рекомендуем вам обратиться в ваше региональное управление Пенсионного фонда Украины с заявлением о том, что вам все же не было перерасчитано пенсии, и требованием в заявлении ответить официально, почему не было повышения пенсии. Также рекомендую к этому заявлению приложить подтверждающие факторы, то есть факторы, которые подтверждают то, что вы относитесь к той категории, к которой нужно было повысить пенсию, согласно октябрьского перерасчета пенсии. Ну и вообще хочу сказать, что, к сожалению, в пенсионном фонде не все так гладко, страховые стажи где-то теряются, информация затирается, в результате автоматические их системы считают неправильно пенсию, и поэтому нужно все-таки обращаться в пенсионный фонд, официальное заявление, чтобы они все-таки посмотрели вашу пенсию и к заявлению прикладывать официальные подтверждения вашего возраста, стажа и категории пенсионера. Подпишись на YouTube канал Банковский Клуб, нажав красную кнопку подписаться, а затем закрашенный колокольчик. На вопросы подписчиков в комментариях отвечаем в первую очередь. Оформляйте кредиты с высоким уровнем одобрения. Кредиты онлайн, кредиты наличными, кредитные карты. Ссылку на кредиты вы найдете под этим видео в описании или в первом закрепленном комментарии.